Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности в эфире Фридома. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Важная новость, которая появилась вчера поздно вечером. 52-й пакет вооружений для Украины. Объявленный Министерством обороны США 6 декабря без решения Конгресса с дополнительным финансированием будет один из последних, которые США могут предоставить Киеву. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме в среду. Вот так об этом говорит голос Америки. Я хочу процитировать, о чем он говорил. Без дополнительного финансирования это оружие будет одним из последних, которое мы сможем прислать, прекратив поддержку Киева и да Владимиру Путину, именно то, чего он хочет. Вот что было бы ужасно не только для народа Украины, но и для наших собственных интересов национальной безопасности и интересов национальной безопасности наших союзников и партнеров в Европе. Вот так сказал Кирби. Ситуация более чем критическая. Мы знаем, что уже и офис президента Байдена на это отреагировал. Как вы считаете, что будет, как эта ситуация будет развиваться? У меня есть надежда, что представители республиканской партии, которые сейчас поддерживают, не поддерживают Украину, вот так сформулирую, да, которые говорят о том, что Украина это второстепенная, они все-таки вспомнят то, о чем говорили ключевые республиканцы в истории Соединенных Штатов Америки. Они вспомнят Рональда Рейгана, который говорил о империи зла, которую нужно уничтожить. Тогда это был Советский Союз. Понятно, что на сегодняшний день правоприемником Советского Союза является путинская Россия. И это та империя зла, которую недоуничтожили предки сегодняшних республиканцев Соединенных Штатов Америки. Мне бы хотелось, чтобы они понимали, что именно они стоят на страже ценностей, которые близки каждому американцу. И поэтому сюжет с тем, что можно размениваться этими ценностями в угоду внутриполитической борьбе, это будет сюжет кратковременный, о котором быстро забудут. И постараются сделать так, чтобы он остался такой не очень жирной плямой, как это сказать на русском языке, не очень жирным пятном в истории Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Поэтому я надеюсь, что все-таки не будут разменивать ценности на сиюминутные политические дивиденды. И, конечно же, Соединенные Штаты Америки, я абсолютно в этом уверен, они не позволят себе потерпеть поражение. Поскольку, если они допустят то, что Украина должна будет остаться один на один с российской агрессией, это будет уже поражение и цивилизованного мира, который отвернется, если даже представить себе, да, отворачивается от Украины. И Соединенных Штатов Америки тоже, поскольку они не справились с тем вызовом, который стоят перед цивилизацией, перед демократией. Они позволили себе сказать, мы устали бороться со злом. И поэтому, конечно же, я надеюсь, что институциональная память в Соединенных Штатах Америки, она превысит сиюминутные конфликты, сиюминутные дискуссии. И надеюсь, что поддержка таки будет. Мы понимаем, что сейчас мы на грани, когда принимаются решения, но я совершенно уверен, что решения будут в угоду, все-таки, даже не в угоду, а поддерживать цивилизацию, будут поддерживать Украину как часть этой западной цивилизации. Вот если вспомнить историю, то в свое время во Второй мировой войне Черчилль достаточно долго добивался поддержки Соединенных Штатов. Но когда уже Соединенные Штаты начали, как говорится, поддерживать на полную, тогда вот судьба Гитлера и судьба агрессора была практически предрешена. Мне кажется, что может быть сейчас как раз такой же момент, знаете, говорит, темнее всего перед рассветом, да? Да, да, совершенно верно. Мы понимаем, что сейчас дискуссия о бюджете, о деньгах, о больших деньгах, об интересах, на основе которых каждый республиканец, каждый демократ будет строить предвыборную кампанию, на которую так надеется Путин вместе со своей кликой. Поэтому, конечно же, не дать возможность реализовать Путин свои голубые мечты – это задание каждого, опять же, человека, имеющего совесть, говорящего о свободе и поддерживающего демократию. И поэтому я надеюсь, что каждый американец, причастный к этой внутренней политической борьбе, сейчас скажет, да нет, есть вещи, которые намного выше, намного серьезнее, чем эта возня вокруг того, о чем можно будет поговорить с избирателем. Поговорить с избирателем можно о многих других вещах. И сейчас то, что камнем преткновения вдруг стала Украина и поддержка Украины – это, конечно же, не самая красивая часть истории в Соединенных Штатах Америки. Я говорю с болью, как о дружественной стране, которая очень и в серьезные времена демонстрировала очень серьезную поддержку как раз демократических течений, свободы, независимости и цивилизованности в отношениях международных. Я совершенно уверен, что американцы примут решение и будут поддерживать Украину, как они говорили об этом, до победы над путинским режимом. Я думаю, что в этом уверены все украинцы, в том числе военно-политическое руководство. По сообщению Reuters, чиновники Минобороны передали список оружия для удовлетворения потребностей сил обороны во время закрытой встречи 6 декабря в Вашингтоне. В этот список вошли танки Абрамс, беспилотники, ракеты Атакамс, артиллерия, самолеты Ф-16. Но что самое интригующее, Украина запросила транспортные самолеты С-17 Глобмастер и С-130 Супер Геркулес, ударные вертолеты Апачи и многоцелевые вертолеты Блэк Хоук. Кроме того, Министерство обороны хочет получить истребители F-18 Харнет, беспилотники МКУ-9 БСК и Гардиан и систему противовоздушной обороны ТХААТ. Как бы вы могли прокомментировать этот список и как вы считаете, что из того, что названо, действительно можно будет получить? Мне нравится этот список, сформированный украинцами, поскольку он сформирован не из принципа традиционного для нас «хотя бы». Знаете, как мы начинаем говорить о планах на будущее, начиная со слов «хотя бы». Очень часто вы слышите, украинцы, вот такая минимизация своих потребностей и того, что мы хочем построить. Мы не говорим о том идеальном доме, о идеальной конструкции будущего. Мы часто используем эти два слова «хотя бы». И вот в этом запросе мы существенно отошли от понятия «дайте нам хотя бы это», хотя бы что-то, что не жалко, а мы говорим о реальных и существенных потребностях, о тех инструментах, о той технике, которая находится в руках наших партнеров. Партнеров, которые могут нас поддержать в полный рост, а не только утилизируя у нас боеприпасы и технику позавчерашнего дня. То, что мы говорим о F-18, об истребителях, то, что мы говорим о Black Hawk'ах и Apache'ах, о вертолетах, боевых вертолетах, то, что мы говорим о транспортных самолетах Соединенных Штатов Америки, о значительно более современной технике, чем та, которую мы имеем от своих партнеров на сегодняшний день, это правильно. Мы говорим о том, что мы должны использовать сейчас все инструменты, находящиеся в руках цивилизации, европейского и евроатлантического мира, для того, чтобы быстрее победить это зло, а не смотреть, как украинцы платят кровью своей за то, что не поставляют в достаточной мере, за то, что имеем не то вооружение, которое является более эффективным. Я думаю, у нас есть еще возможности все-таки совсем отойти от этого хотя бы и говорить о многоцелевых, опять же, современных истребителях F-35, говорить о самых современных ракетах дальнобойных, в том числе о такомсах, работающих на расстоянии 300 километров, и более уже говорить о том, что является даже в разработках у западного мира. Я надеюсь, что это в какой-то мере будет реализовано, в том числе в двусторонних наших отношениях, которые сейчас создаются и реализовываются в виде совместного бизнеса военно-мышленном комплексе, в украинско-американском, то есть будут предприятия, и главное, о чем говорилось, это то, что будет дан доступ к новым технологиям. Я надеюсь, что это будут именно новые технологии, а не технологии позавчерашнего дня, и мы будем иметь возможность отрабатывать современные оружия, вырабатывать, производить, извините, современные оружия, позволяющие нам быть более эффективными и приближать быстрыми темпами нашу победу. Вы знаете, очень важно, что вот этот диалог ведут не только украинцы в США, то, о чем мы сейчас с вами говорили, наше военно-политическое руководство, но и внутри самого блока НАТО и внутри США, вот тоже растет, скажем так, можно сказать, неудовольствие уровнем той помощи, которая предоставлялась Украине. Давайте вспомним, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус высказался о том, о чем мы достаточно долго говорим, в том числе и с вами, это о недостаточных поставках оружия для Киева. Вот он резюмировал, сказал, мы не дали этого украинцам, а вчера вот тоже мы приводили цитату, Мик Райан, генерал армии Австралии в отставке, вот, он сказал следующую фразу, что мы дали украинцам достаточно, чтобы намочить ноги, но недостаточно для того, чтобы проплыть заплыв и выиграть его. И вот тоже он резюмировал таким вот образом. И вообще, если бы мы предоставили намного больше помощи Украине в конце прошлого года, то сейчас не было бы линии Суровикина на востоке страны, это был потерянный шанс. То есть фактически отставные военные, отставные чиновники вслух говорят то, что действующие чиновники сказать не могут, но могут сделать. Совершенно верно. Основным из ресурсов во время войны, одним из основных ресурсов во время войны и очень иногда важным и иногда определяющим является время. И вот утраченное время очень тяжело компенсировать. Понятно, что то, что мы не получили F-16 в этом году, то, что мы не получили их в начале этого года, то, что мы не получили достаточного количества бронетехники, достаточного количества боеприпасов, то, что Европейский Союз не способен сейчас, точнее, говорит о неспособности, и расписывается в своей неспособности произвести всего лишь, всего лишь один миллион боеприпасов для Украины к марту следующего года, это говорит о том, что есть над чем работать, существенно есть над чем работать нашим партнерам, поскольку это такая вот... И эта неспособность, она в значительной мере охлаждает в том числе народы наших партнеров, она заставляет их отказываться от своих ценностей, в конце концов, и от понимания того, что нужно помогать Украине все-таки не понемножку, не в час по ложке, а серьезно. А о серьезной помощи мы видели то, что Соединенные Штаты, то, что Европейский Союз способны концентрировать значительно больше усилий тогда, когда считают, что вызовы соответствуют их интересам, ожиданиям. Говоря о том, что война в Украине это война цивилизованного мира, но, к сожалению, сейчас они хотят малой кровью, малыми ресурсами, а точнее кровью украинцев и малыми ресурсами со своей стороны, пройти эти вызовы. Так, мы говорим, это так не получается. Мы понимаем, что нам нужно намного больше. И то, что мы утрачиваем темпы, вот этот главный ресурс сейчас, это говорит о том, что россияне, например, КФ-16 подготовятся значительно лучше, когда они появятся в украинском небе. Так же, как они когда-то подготовились к западным танкам, залив бетоном, там все эти линии суромитиной на юге. Они создадут новые линии, назовут их чьим-то именем, мы понимаем, что это линии Путина и его клики, понимаем, что это линия имперской путинской России сейчас в целом, но они будут ее укреплять, конечно же. И вот время от того, когда мы провозгласили движение к тому или иному виду оружия, и до того, когда это оружие пришло в Украину, это время на подготовку России. Это мы даем время на подготовку вместе с нашими партнерами. И это понимание должно быть очень четкое и очень понятное. Поэтому скорость, с которой поставляют оружие, это важный фактор, очень важный фактор. И это то, что тоже позволит нам быть значительно эффективнее. Важно, простите, перебил вас, важно, чтобы пришло понимание, самое главное, принципиальное, о том, что это не война Украины. Это война цивилизованного мира против нецивилизованного мира. Просто вот сейчас линия разграничения двух этих миров находится в Украине. Если Путину дадут победить, он не остановится, он пойдет дальше. И в Америке сейчас уже политики понимают о том, что дальше это будет война американцев, дальше это будет война европейцев. Остановите эту войну сейчас. Не дайте Путину выиграть. Помогите Украине победить. И война остановится. Да, война, которая была исключительно прокси-войной Соединенных Штатов Америки, она тоже велась вокруг ценностей. Но это были не ценности западного мира, война в Афганистане. Да, это были другие ценности, демократии и все. То есть без дополнительных вещей. Демократическая или недемократический способ существования территории с народом. То сегодня именно война двух цивилизаций. Классическая, традиционная война, которая происходит между цивилизацией, попирающей любые правила, попирающей любые договоренности и ценности, и цивилизацией, которые эти ценности как минимум декларируют. Так вот, в Афганистане Соединенные Штаты не остановились за тем, чтобы за 20 лет выложить более 1 триллиона долларов. Более 1 триллиона долларов. Вместе с союзниками из Европы более 1 триллиона 100 миллиардов. Сейчас говорить о нескольких десятках миллиардов, вложенных в Украину в такой войне, которой является сейчас украинско-российская война, значительно больше по масштабам, по всем, по любым масштабам, значительно ближе к западной цивилизации, тогда, когда мы говорим о четком разделении добра и зла, то здесь говорить о том, что непосильным временем легли несколько десятков миллиардов сейчас на большую и сильную страну, то, что несколько миллиардов, которые выделили каждая из европейских стран, мы уже не раз с вами говорили, это 3 чашки кофе в месяц. Европейцы и американец платят за то, что они активно, очень сильно и с тяжестью для домашнего бюджета поддерживают Украину. Поэтому, конечно же, они не очень правдивыми оказываются причитания о том, что это очень тяжело, это 3 чашки, это 7 долларов, 8 долларов, 7-8 евро за месяц, то, что платят европейцы за то, чтобы поддерживать цивилизацию, поддерживать западный мир, поддерживать свою безопасность, в конце концов, тогда, когда воюет украинец, воюет каждый из украинской семьи. Поэтому, конечно же, мы говорим о честном диалоге с нашими партнерами, мы говорим о том, что вы способны, друзья, намного больше, и нужно увеличить, ускорить темпы, поскольку эта гидра, она способна возрождаться, у нее отрастают эти головы, их нужно быстрее срубывать. Этот хвост отрастает. Да, вы абсолютно правы, резюмируя эту частность нашей беседы, нужно, еще раз глобально говоря, нужно не дать, как некоторые наши союзники формулируют, не дать России выиграть, нужно дать победить Украине. То есть, в конце концов, нужно прекратить давать оружие столько, чтобы мы только сдерживали врага. Пора переходить к наступлению, а для этого нужно оружие, много оружия. Я надеюсь, что это понимание приходит нашим союзникам, и это оружие все-таки будет, и враг будет разбит. Знаете, вот вы сказали о том, что объявляется какое-то оружие, какие-то возможные поставки, Россия сразу начинает готовиться. Но она готовит не только оппозиции перед наступлением Украины. Вот Минобороны Великобритании информируют, например, что РФ и дальше продолжает совершенствовать свои дроны Шахет. Мы уже обговаривали их окраску в черный цвет и применение термобарической боевой части. Но вот на этот раз еще информация о том, что они начали ставить сим-карты украинских мобильных операторов для улучшения наведения этих беспилотников, так, чтобы они ориентировались по триангуляции, по вышкам мобильной связи, если, например, не будет связи со спутниками. О чем вот эти все подготовки говорят, все вот эти доработки? Это говорит о том, что на России активно работает научно-исследовательский блок армейский в военно-промышленном комплексе. Они анализируют, они стараются, желая выжить, они стараются быть эффективнее в этой войне. Я не открою большого секрета, если скажу, что в Украине тоже есть сейчас зачатки таких групп, они на уровне и командования вооруженных сил Украины. И я надеюсь, и в Министерстве обороны тоже сейчас работают над тем, чтобы не просто создать формальную структуру, а с тем, чтобы эта структура таки серьезно влияла на то, чтобы быстро исследовать образцы техники, делать их более совершенными, более качественными и помогать сейчас проанализировать весь тот спектр новой информации, который идет с Украинского фронта. Поскольку известно, общеизвестно, и это понятно, что как аксиома, то, что именно война, она в значительной мере в десятки раз, в сотни раз ускоряет создание новых технологий, более эффективных технологий. И понятно, что нам нужно их дальше укреплять, мультиплицировать, распространять все новое, все качественное на отдельные участки фронта. Конечно же, здесь есть свои риски в том, что любая институция, она может требовать больших денег и давать небольшую отдачу. И здесь, конечно же, вопрос гражданского контроля и вопрос, конечно же, тех людей, которые возьмутся за это дело и которые берутся за это дело. Но я надеюсь, что эти институции, создаваемые в Украине, они будут более эффективными, чем российские, потому что имеют доступ к значительно более широкому спектру технологий. Доступны все западные технологии, их не нужно воровать. Совершенно верно, они более совершенные. И вот как раз на стыке этих технологий можно находить все новые и более совершенные возможности их применения. Конечно же, здесь скорость тоже очень значительную роль играет. Поэтому, да, россияне будут стараться все использовать, будут стараться усовершенствовать свои шахеды, свои планцеты, свои танки, бронетранспортеры. Они от зонтиков перешли сейчас более совершенным системам, в том числе системам индивидуальных рэп, купольных рэп над своей техникой. Но мы понимаем, что мы тоже ищем и находим возможности, как пробивать любые ухищрения российской оккупационной армии. Вот как раз об этом я и хотел бы сказать. Давайте посмотрим. В сети появилось видео от Национальной гвардии. Я попрошу режиссера поставить его на экран. На нем видно, как FPV-дрон уничтожил ЗРК «Витязь». Это новейший российский ЗРК малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак. Пишут, что это просто самый новейший комплекс страны-агрессора. Но так или иначе, самого себя защитить, получается, он не смог. Да, десятки миллионов долларов тратится для того, чтобы создать единицу только, каждую единицу такой техники. И понятно, что особенность современной войны в том, что значительно меньшим, в сотни и в тысячи раз меньшим ресурсом можно уничтожить очень и очень большой ресурс врага. Вот FPV-дрон, цена которого, возможно, там 500 или там очень усовершенствованный FPV-дрон 1000 долларов будет стоить, 40 тысяч гривен. И вот десятки миллионов долларов, вот они так красиво горят в украинском поле. Поэтому, да, мы понимаем, что мы имеем возможность технологически сейчас это делать. Ну, понятно, что, конечно же, и Россия тоже сейчас старается эти технологии у себя серьезнейшим образом вводить и в промышленность, в военно-промышленный комплекс. И государство включилось всем своим ресурсом сейчас в том, чтобы поддерживать финансово эти проекты. Поэтому мы понимаем, что вызовов у нас не становится меньше. Мы, конечно, аплодируем каждому такому уничтожению российской вражеской техники, но понимаем, что нам нельзя останавливаться, нам нужно тоже постоянно-постоянно усовершенствовать наши технологии, чтобы они обходили вражеские. Еще один интересный вопрос хотел с вами обсудить. Вот мы успеваем. В Непале задержаны 12 человек, которые, по сведениям полиции, занимались вербовкой добровольцев в российскую армию. В составе российских войск непальцы должны были участвовать в войне в Украине, и 10 задержанных остаются под арестом. Об этом сообщает Радио Свобода. Вообще, Катманду больше ассоциируется с покорением Увереста. Что там забыли российские вербовщики? Это, понятно, проблема для России. Сейчас найти где-то каких же, простите, да, не нахожу дипломатического слова, отморозков, существ, которые совершенно не понимают, на каких принципах формируется современный мир. И да, они ищут по всему миру, поскольку, похоже, на России таких существ уже не хватает. Категорически не хватает, потому, конечно же, прежде всего, это бедные страны, способные рекрутировать своих граждан, быть пушечным мясом за небольшие деньги. Но Россия, как известно, готова платить большие деньги для того, чтобы Путин чувствовал себя более-менее защищенным. И, как известно, россияне еще до сих пор готовы пожертвовать даже России, не говоря о благополучии своем, о будущем своем, своих детей, которых они массово отправляют сейчас на убой в Украину, своего будущего всего. То есть они готовы этим жертвовать. Конечно же, они будут стараться находить в других странах это пушечное мясо. Но понятно, что другие страны тоже защищены сейчас, защищаются, поскольку хотят быть в цивилизации международным правом. А международное право, понимая, что есть решение Генеральной Ассамблеи и Организации Объединенных Наций о том, что агрессия, и один раз она была проголосована, о том, что есть агрессия России, ничем не спровоцированная со стороны Украины, соответственно, есть осуждение этой агрессии. И понятно, что в том числе правовая система этих стран, конечно же, будет защищать страну в поле цивилизованности и, конечно же, будет преследовать таких наемников, и они будут нести ответственность. Поэтому я надеюсь, что у России не удастся набрать большое количество, хотя они будут пробовать, конечно же, основы других государств и использовать, так как они привыкли пренебрежительно относиться к любому государству, к государственному суверенитету и ценностям, и праву того или иной страны. Вы знаете, что интересно, буквально одна реплика в конце нашего уже разговора. Нацисты в свое время тоже были там в Непале, в районе Гималаев, и искали там Шумбалу. А современные там расисты, если можно так их назвать, и, наверное, нужно, они там ищут людей для войны. Ну и, завершая наш разговор, все-таки к чести властей Непала мы скажем, что все эти люди были задержаны, и не все в полиции, и сейчас с ними идет разбирательство. Спасибо вам большое. Спасибо за этот очень интересный разговор, за ваши комментарии. Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, был в эфире «Фридема». Спасибо, что нашли время и вышли с нами на связь.